Исчезнувший в начале июля из новостного пространства президент Туркменистана Гурбангулы Бердемухамедов дал пищу слухам о своей смерти. Однако ресурс хроники Туркменистана сообщает, что Бердемухамедов наконец-то показался на телевидении. Президент проводил активный отпуск, ездил на лошади и велосипеде, сочинял музыку, занимался фитнесом и писал книгу о балабаях. Самая интересная часть видео – автомобильная. За рулем раллийной машины президент гоняет вокруг кратера Дарваза и даже пытается крутить пончики. Символично, что горящий уже полвека газовый кратер местные жители называют «вратами ада». Происшествие на московской кольцевой дороге пополнило статистику аварий электромобилей Тесла. Водитель модели «С» ехал в крайнем левом ряду. Держал руки на руле, но пользовался автопилотом. Ни человек, ни система не заметили стоявшую у левой обочины «Газель-эвакуатор». Тесла ударилась в неё левым боком на скорости около 100 км в час. В итоге загорелась и взорвалась. Водитель отделался переломом ноги и, несмотря на заклинившую дверь, успел покинуть машину вместе со своими детьми. Российский офис «Тойоты» напомнил о начале продаж «Супры». Спорткар доступен в 13 дилерских центрах в 9 городах страны. Европейская квота на «Супру» в этом году составляет всего 900 машин. России выделено 22 экземпляра, 19 в исполнении «Пэшн» и ещё 3 в топовой комплектации «А90 Эдишн». Напомним, что «Супра» прибыла в Россию в самой мощной версии с трёхлитровым мотором и восьмиступенчатым автоматом, активным дифференциалом и адаптивной подвеской.